Экспериментальная установка В котором будет плавиться селитра натриевая Вот сама селитра натриевая Она уже переплавленная, сухая Плиточка с открытой спиралью Плиточку регулируем с помощью автотрансформатора лабораторного регулировочного Трансформатор накальный Этим мы будем питать накалампочки Тут есть реостат Можно даже накал регулировать Вот у нас лампочка Вот это высоковольтный источник Собственно трансформатор Ну трансформатор тут нужен в основном из соображений безопасности Глюваническая развязка от питающей сети Потому что у нас плитка с сетью через латор связана Ну его на всякий случай Вот Ну мост диодный, конденсатор накопительный Еще пригодится И лампочка, да? Лампочка, она будет ограничивать ток Ну чтобы козы не было на всякий случай Да, так сказать, или еще чего есть Там какой-ионный разряд пойдет Дуга в этой лампочке загорится Мало еще там может быть Пусть будет лампочка на всякий случай ограничивающая Так, вот здесь вот у нас Вот видите, в конце пробирчики стеклянный термопар Хромель или мель Вот Ну температуру холодного спая Примем 25 градусов Правильно мерить не будем И соответственно вот Милливольтметр такой с зайчиком Очень приятный такой милливольтметр Ну и ток будем мерить Через эту самую, как ее Через электролизер Вот Так, пока все Вот Ну вот Электролиз идет уже 3 часа 40 минут К сожалению, первые части Съемки из-за разряда телефона Не сохранились Но до этого я кое-что успел снять И оно сохранилось Продолжаем дальше Вот у нас лампочка Лампочку я сейчас поставил в четверть накала Не больше Это нужно только, чтобы поддерживать высокую температуру паров натрия в лампочке Чтоб шел разряд Я сейчас Вот еще что сделаю Вы видите, сейчас ток Около 80 миллиампер по прибору Я сейчас выключил Я сейчас выключил лампочку А ток Ток-то никуда не делся А почему он никуда не делся? Вот вы видите Один виточек спирали Так и горит При выключенном накале Вот такая вот интенсивная бомбардировка его ионами идет Так что можно вообще выключить Но я включу на всякий случай Чтоб там не погасло ничего Вот Обратите внимание Лавок натрия там уже Достаточно много маленьких капелек А одна большая лужа Вот она светится Эта лужа блестит Как в кота яйца Вот расплав натриевый селитр Он просветлел Тут он конечно желтенький Из-за вот лампочки На самом деле он почти обесцветился И осел то ли оксид, то ли гидроксид железа Ну какой-то такой осадок Осел Творожистый Вот вы видите на аноде Какая реакция идет бурная Вот Если такое газовыделение на аноде То соответственно противоположном электроде Оно понятно Что получается не следовое количество натрия А какое-то более-менее ощутимое количество Вот в стеклянной тробирке Термопар у меня И милливольтметр показывает Сколько тут он показывает 13 Милливольт Ну так-то Солнечным днем этот зайчик не увидишь Ну да, он показывает 13 милливольт Это соответствует где-то 370 градусов Да, плюс 1 милливольт На холодный спай Я принял Вот Вот эта лампочка у нас По сути сейчас задает ток Мерил напряжение на электролизере На электролизере 93 вольт Около 100 Да, вот Ну, выпрямитель дает Под 300 Лишняя гасит Вот эта лампочка Она определяет ток А напряжение Определяет сам электролизер В основном Так Ну вот Путем последовательного приближения Установил Что Чтобы температуру Такую оптимальную поддерживать Мне надо подавать На свою плитку Что-то из где-то Вольт Так сказать Чуть больше Бравка Чуть меньше И вот так вот Установил оптимальный режим Поэтому процесс уже идет 4 часа почти идет Ну вот Милливольтметр какой хороший Это вот самый мой любимый Такой милливольтметр Он Высокоомный 100 милливольт предел Вот 100 милливольт предел 100 киловольт Внутреннее сопротивление Да 1 микроампер Можно сказать Всего тока При полной шкале Вот такие чувствительные приборы Конечно Сложно С длинной стрелкой делать Поэтому тут У меня стрелки зеркальца Вот так Ты вот Видишь Это зеркальце Зайчик На шкалоны пускает Вот Очень хороший прибор Такой Вот Ну Пока Нет Все Ну Понятно Гайки тут Лампочки Привенчены Это нужно для того Чтобы лампочка не всплывала Вы видите Здесь хитрый Подвес лампочки А почему он такой хитрый А по одной простой причине Провода припаяны Вот И обязательно Припой расплавится Да он конечно Расплавился Тут уже при такой температуре Но Тем не менее Подводы Сохранили свое положение Относительно лампочки Да И поэтому Контакт Хороший Надежный Никуда не делся Поэтому нужен Такой жесткий Четроумный Подвод Я придумал Вот Медная проволочка Накрученная На Две кварцевые Палочки Вот А ноты Знержавеющей стали Маленький Такой А ноты Большой не нужен На ноты Здесь Топ Небольшой Ну что тут еще можно показать Пока я думаю Все Ну как стакан Ставил на плитку Чтобы открыть Спираль Надо показать Под стаканом Алюминиевая Алюминиевая Пластиночка Круглая А ее Чуть-чуть Присыпал Тоненьким Кварцевым Песком Равномерно Так посыпал Очень тонким Тонким Слоем И Соответственно На этот тонкий слой Кварцевого Песочка Полбочка Очень хорошо Встает Стакан Стакан Симос Ну вот Если конечно Кто-то соберется Делать подобный Электролиз Оно и понятно Что Лампочка Лампочку Лучше взять Такую Что касается Лампочки Это лампочка 8 вольт 20 ватт От Осветительного Устройства Микроскопов Ленинградского Октикомеханического Объединения МБР МБС Вот эти вот Эта лампочка Такая Она Отличает С толстой Надежной Спиралью Эта лампочка Вакуумная Скорее всего То есть В ней нет Аргона Инертного Газа И скорее всего Не использован Фосфорный Гетер Поэтому По сути Она Можно сказать Вакуумная Лампочка И баллон У нее Из простого Стекла И форма Очень хорошая Цилиндрическая Форма Удобная Ну хорошая Такая лампочка Для этой цели Ну и к тому же Под нее Уже готовый Дерметроскоп Трансформатор К тому же С реостатом Можно регулировать Но вы конечно Можете другую Лампочку взять Главное Чтобы вакуумная Была лампочка Не аргоновая Какая И чтобы стекло Было простое Ни в коем случае Не кварцевое стекло Вот Ну понятно Что здесь У меня очень много Натривостилитра Стакан большой Можно Поменьше Стакан взять Вот эти вот Все Вот эти вот Все вот Приборы Кроме Латра Вот измерительные Они заменяются Вот мультиметром Вот таким вот Вот таким Он стоит 200 рублей Поэтому можно Вместо каждого прибора По мультиметру Поставить И накладно будет Так Ну Вот собственно Оно Пока что и все Ну вот Уже Без четверти Пять часов Идет Электролиз По расчетам Там Около 300 миллиграмм Натрия Должно быть Сколько тут Натрия Если тут что-то Видно Будет Ну вон там Видно Внизу Нить накала Отражает Большая Такая Лужица Вот Если смотреть На просвет То этот Лампочка С натрием Она какая-то Коричневая Получается Ну наверное Это вот Спектр Поглощения Натрия Вот так Вот как-то Выглядит Видите Растут Какими-то Витимоватыми Узорчиками Капельки Натрия Как-то Кусти Они Друг С другом Располагаются Вот Мы Померим Сейчас Нас на Электролизере Сколько Сейчас Ну 82 вольта Где-то Вначале Было 110 Напряжение С тех пор Слегка Упало Ток Слегка Увеличился Притом Температура Упала Все Странно Да Я полагаю Что это просто Уже Много Натрия Он хорошо Стекло Смочил Поэтому Так сказать Контакт Хороший А может Стекло Чуть Тоньше Стало Или еще Как Вот Ну Что-то Типа Того Ну Давайте Остановимся На Элементах Произмерительные Приборы Я Уже Сказал Вот Эти Вот Что за Трансформатор Трансформатор От Радиола Ригонда Вот Здесь Вторичная Обмотка 180 вольт Выпрямляется Может Даже Побольше Не помню Там Сколько Вот Выпрямляться По идее Должно На выпрямителе Получаться 300 вольт На выходе На конденсаторе Здесь Поменьше На нем Столько Столько На электролизере Потому что По некоторым Соображениям Я включил Балласт Лампочку Сцепь Переменного Тока Перед Выпрямителем Вот Так что Вот так Вот Соответственно Этого Трансформатора Есть еще Накальная Обмотка На 6,3 Вольт Вот На поверх Накальная Обмотка Она Не задействована Потому что Лампочка 8 вольтовая С своим Трансформатором Но Если У вас Будет Лампочка На 6 Вольт Вот Эту Обмотку Очень Удобно Будет Использовать Всего Один Трансформатор Получается Очень Удобно Будет Так Ну Вот Уже 5 часов Прошло Поэтому Будем Уже Вынимать Все Это Дело Для Начала Я Отключу Высокая Вот Эта Вилочка Да Вот Она У меня Лампочка Балластная Погасла Ток Упал Да Вот А почему Я сначала Высокая Отключаю Чтобы Конденсатор Вот этот Вот Страшный Мог Разрядиться На электролизер Пока Накал Работает Ну И еще На всякий Случай Я вот тут Хороший Так сказать Электроизоляционный Обувь Поэтому Как бы то ни было Могу Позволить себе Взяться Вот так Вот За анод И Вот так Вот Коснусь И на всякий Случай Чтобы Гарантировать Разряд Конденсатора Вот Ано Так Вот Теперь Можно и Накал Обесточить Опа Вот Ну Ну Вот Сейчас Вытащим Нашу Дорогую Лампочку А почему Она изнутри Ну Ка Ой Какая там Лужа Натрия Плещется Целая Лужа Ладно Вон Как он Кустиками Порос Лампочка Наша Поросла Да Кустиками И Она Почему То Коричневая А Почему А может Это Железо Так Соединение Какое Железное Не осело Вот Но Натрия Там Дай бог Дай бог Вон Оно Сколько Плещется Аж Аж Плещется Вот Да Закрепку Схему Закрепление Лампочки На всякий Случай Глядите Как тут Все Сделано Вот Да Ну Собственно Вот Ладно Надо Как-нибудь Чтобы Лампочка Остыла Хорошо Ее Чтобы Ничего Не касалось Не треснуло Вот Вот так Вот Повешу Так Ну и Славно Пусть Пока Остывает Термопара Вот Она Наша Термопар Подруга Так А я Также Сюда Повесю Так И Плитка Плитка Это у нас Термопар Вот А А А А это Чего Что это такое А это Вольтметр Осветитель А это Зарядка От телефона Так Так Поглядим Куда Натрий Сливать И Главное Ну вот Лампочку Отмыл У нее Внутри Очень хорошо Видны Капли Натрия Большие Хорошие Капли Натрия Внизу Видна Целая Лужа Натрия Только Почему-то Стенки Бампочки Изнутри Стали Коричневые Да Цветы Йода Какого-то Непонятно А почему Они-то Стали Коричневые Сбираться Надо Вот Вот Так Вот Вышло Ну Тут Натрия Конечно Вполне Достаточно Чтобы Выскрести И бросить В воду И посмотреть Что будет Но Я не буду Так делать Я себе На память Оставлю Лампочку В больно Хорошая вещь Получилась Пусть он Блестит Себе И что Самое Интересное Если Эту Лампочку Зажечь Она Будет Работать Так Что Вот Такие Дела Ну Вот При попытке Лампочку Опять Засунуть В Расплав Она Треснула Благополучно Поэтому Было Решено Ее Разбить Вот Но Натрия Вон Вы Видите Сколько Капелек Какая Большая Дурин Да Сейчас Попробуем Что-то Из этого Всего Дела Наковырять Если Что Из этого Выйдет Видно Чтобы Еще Что-то Было Надо Сделать Ну Что-то Я думаю Видно Жирный Кусок Эй 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 Не балуй Ну В общем Натрий Ой Какая Прелесть А Он Такой Надо Было Не Вынимая Лампчику Набрать Грамм Два Чтоб Прямо Спираль В него Ухунулась Тогда Было За что Взяться Вот Нет Туда Даже Ишь Ты Э Э Не Балуй Еще Мне Камеру Сейчас Все Забрызгает Э Э Вот Он Какой Засранец Натрий Э Ну, вон тут ещё внутри приличные куски. Ну, тут почему на лампе внутри коричневая, ведь внутри она коричневая, а не снаружи? Ну, вон, 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 вон. Вон, 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 вон. На чистый тон, видите, как медленно? А, ну, как? Ну, вот всё. В шкафке конец. Вот эта модификация опыта с лампочкой на 220 вольт, сам не знаю, что получится. Вот лампочка 220 вольт, наверное, 15 ватт от холодильника. Сейчас плавим селитру. Плавится её ещё, судя по милливольтметру, достаточно долго. Да? Потому пока подождём. Ну вот, только что я включил электролиз, включил накал лампочки. 220 вольт тут накал у неё. Ток потихонечку растёт. 30 миллиампер был в самом начале. Сейчас вот чуть растёт, растёт. Вот. Я ожидаю, что потом он прыгнет. напряжение на ячейке под 300 вольт сейчас. Надо быть осторожным. Сами понимаете, тут температура, селитра расплавленная, да ещё и 300 вольт. Страсть. А натрия-то уже видите? Вот я показываю сейчас сверху. Вот она, натрия-то осела. Видите, какая? Но здесь ток большой ещё не будет, потому что вот так вот получается большая часть лампочки над селитрой и холодная. Вот. Ну и чего? Прогреется, вырастется и дуга загорится. Так что натрий сейчас сверху оседает. На ноде хорошее выделение газа, температура 400 градусов, 410 даже. Так. До связи. Та лампочка на 220 вольт сгорела. Да? Теперь ставим новую лампочку. Такая же, как была в первый раз, на 8 вольт 20 ватт. Только ток через неё сделаем раза в два, в два с половиной побольше. Всё включение полосной лампочки помощнее. Да? Вот. Высокое я дал. Всё собрал. Включаем. Тушки. На краву. Тушки. На краву. Ах, ты с... Сука. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...